9 мая уже 75 лет. Для всего человечества символизирует мир, свободу, да и саму жизнь. И кто бы мог подумать, что именно в этом году все так сложится. Из-за пандемии и режима изоляции мы не можем встречаться с ветеранами, но выход был найден. Настоящий концерт под окнами дома номер 24 по Карло Маркса устроил личный состав управления Росгвардии по Чувашии. А все для труженика тыла Зинаиды Артемьевны Андреевой. Она участвовала в оборонительных работах города Выборга Ленинградской области. Рыла окопы, валила лес, строила оградительные сооружения. Песни военных лет любит всей душой и даже с удовольствием подпевала смуглянке. Парад у дома ветеранов, акция Федеральной службы войск Национальной гвардии. Ее поддержали во всех регионах нашей страны. Самый главный девиз «Мы помним, мы гордимся». Это и преследовало цель, что не забыть наших доблестных ветеранов. Мы поздравили ветеранов и тружеников тыла, которые проходили службу в органах МВД и впоследствии перешли в подразделение Росгвардии. По улице Винокурова в Новочебоксарске оркестр играет ради Пелагеи Алексеевны Солдаткиной. Во время войны ей было всего 13 лет. Она работала в колхозе в тракторной бригаде. Казаки, казаки, едут, едут, повернем на шею. Казаки! Спасибо вам большое, Пелагея Алексеевна. Низкий вам поклон. С днём победы. Спасибо, не забывайте. Спасибо, не забывайте. Дай Бог вам большое здоровье, чтобы вынуждать мирным временем. Спасибо, 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 ура! Катюша, прощание славянки, казаки. Песни военных лет переносят в то время. У каждой своя биография. Каждая навевает воспоминания ветеранам. Она же все эти песни знает не первый год. Очень была довольная. Слезы прям капали. Оркестр Росгвардии поздравлял ветеранов несколько дней. В день победы они пришли честовать участника Великой Отечественной войны Ивана Степановича Перевезенцева. Погаду приступить! Сейчас Ивану Степановичу почти 95 лет. В годы войны он был командиром минометного взвода, воевал на Ленинградском фронте. Иван Степанович освобождал Эстонию, остров Дага и Эзель. Удостоен ордена Красной Звезды, медали за отвагу и других наград. Пусть в этом году не удалось провести большой парад победы, но это не значит, что мы забыли подвиги наших героев. Концерты и шествия под окнами ветеранов – знак того, что все трудности временны, а наша благодарность вечно. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Валерий Резюков, Республика.